Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! У нас с вами сегодня очередная встреча, посвященная изучению различных стихов, текста одновременно и знакомого, и незнакомого. Речь идет о нашей привычной, знакомой нам псалтире, которую мы читаем и дома, и на богослужении. Это самая читаемая, самая частотная книга нашего церковного и личного домашнего обихода. Тем не менее, в этом тексте, в этом собрании псалмов есть много любопытных мест, которые при ближайшем подходе, рассмотрении могут нас и порадовать, и удивить, а иногда и шокировать. Тема нашего сегодняшнего с вами маленького разговора, это есть стих псалма 56, знакомый нам по одному очень известному, популярному, такому видному православному христианскому празднику. Итак, я почитаю, и вы поймете, какой праздник я имею в виду. Итак, «Вознесися на небеса Божия и по всей земли слава Твоя». Это псалом 56, стих 6 и перевод церковно-славянский этого библейского текста. И, конечно же, каждому из нас уже понятно, этот стих связан с праздником Вознесения, с тем, как он обычно у нас празднуется в наших православных храмах, православных приходах. И вот этот стих является прокимным, то есть тем маленьким собранием отрывков из псалмов, которые читаются перед началом чтения отрывков из Писания, перед чтением апостола и потом уже Евангелия. И тогда, конечно, получается, что вот этот стих во многом, возможно, и помог понять, объяснить, объяснить себе и окружающим, какой смысл праздника, какой смысл события Вознесения. Это то, что, возможно, имели в виду, вспомнили апостолы, когда вот созерцали события Вознесения. И вот этот стих помог им интерпретировать, понять для себя и уяснить, какой смысл увиденного, созерцаемого ими события. И вот тут начинается некоторое такое недоумение, скажем так. Дело в том, что очень популярным подходом к пониманию праздника Вознесения является такой грустный рассказ о том, что мы расстались. И много проповедей об этом рассказано, сделано, изложено, представлено в приходах на этот праздник. Дескать, праздник одновременно и радостный. Господь вознесся на небо, к Богу и так далее. Но при всем при этом он покинул нас, покинул землю, покинул вроде бы историю своей общины, саму эту общину. И мы находимся в странном таком положении, как будто бы у нас Христа нет сейчас. И мы лишь ждем, когда он опять вернется. И это событие называется второе и страшное и славное Христово пришествие. Вот. И на эту тему, что это праздник расставания, праздник какого-то нашего разделения, разделения временного, очень много было озвучено. И сам я довольно часто этот мотив обыгрывал, проповедуя на праздник Вознесения. Однако, когда мы изучим сам стих этого псалма, поймем его смысл, его контекст, его место в этом псалме, то поймем, что такое понимание праздника Вознесения, оно является не совсем правомерным и на самом деле исконным, древним, аутентичным, скажем так, оригинальным смыслом этого праздника является другой смысл. Вот об этом смысле наиболее древнем мы и поговорим. Итак, как и всегда в псалмах описывается ситуация какого-то бедствия, какого-то безвыходного положения. Все кончено. Враги одолели нашего лирического героя и обступили его, и эти враги сравниваются и с львами, и с гадюками в разных псалмах по-разному. Но всегда в какой-то момент псалма возникает вот такая очень важная мысль, что Господь восторжествует, Господь себя проявит, Господь покажет свой масштаб, свое истинное место в нашем мироздании. И тогда все безбожники, все злодеи, все обидчики, все плохие люди поймут, с кем они имели дело и с чьими детьми они вступали в конфликт, кого они преследовали. И вот как раз вот об этом событии, событии теофании, теофании, богоявления, когда Бог как будто бы находится ногами на земле, а головой находится аж на небесах, и вот он как будто бы виден отовсюду, и понятно его масштаб, его величие. Именно это призывается в Псалме 56, причем очень важно два раза в стихе 6, и потом в конце псалма еще раз этот призыв повторяется. «Вознесися на небеса Божия, и по всей земли слава Твоя». Ну вот какие переводы еще есть? Вот перевод, допустим, РБО. «Будь превознесен, Боже, выше небес, и над всею землею, да будет слава Твоя». Или вот перевод синодальный, он похож, в принципе, стих не очень сложный, простой. «Будь превознесен выше небес, Боже, над всею землею, да будет слава Твоя». Вот, и на самом деле событие Вознесения, оно представлено в двух Евангелиях, в двух традициях, это Марк и Лука. У Луки это событие изложено дважды в окончании его Евангелия, в начале его второго тома, его двухтомника, книги «Деяния апостолов». Итак, вот Марк, глава 16, 9, 19, как кажется, улавливает изначальный смысл этого события, события максимального какого-то явления, масштаба природы божественной в человеке, в богочеловеке Иисусе Христе. Вот такой смысл. И вот как пишет Марк. «И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Ну, тут тоже есть такой мотив, видите, он как будто бы побеседовал и улетел, и вознесся. Ну, тут можно делать акцент. «И воссел одесную Бога». Вот такой смысл, что это момент какого-то его торжества, триумфа, никакого не разделения, потому что Христос все равно остается здесь, с нами, а просто он еще и вознесся на небеса. И тогда этот стих можно понять мессианский, что вот, видите, вознесся на небеса Господь, Христос и по всей земле его слава. А вот, мне кажется, в Евангелии от Луки, глава 24, окончание главы, стих 50 и 51, немножко уже другой акцент. Да, и как будто бы, возможно, Лука вот не совсем правильно понимал, что ли, смысл Псалома 56, стих 6. Лука пишет. «И вывел их вон из города до Вейфании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благоставлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Вот, значит, повторяю еще раз, что можно понять эти стихи из Евангелии двояко. Вот понимание, увы, традиционное, не совсем, может быть, правильное, что в Вознесении праздник расставания, разделения. Христос отделился, вознесся, улетел, отдалился, как написано в Евангелии, от своей общины. Но если мы вспомним смысл оригинального этого Псалма, то это Псалом, говорящий нам о Теофании, о том, что наоборот, Бог как будто бы вторгается в пространство истории, наполняет собой все уровни бытия. Вознесение, земля, преисподняя, небеса, пространство воздушное, Бог везде. И тогда в этом случае праздник Вознесения оказывается праздником максимального явления во славе, в великолепии, в величии нашего Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, стих истолкован. Спасибо за внимание. Партнером нашим в наших начинаниях является проект экзогет.ру. Спасибо за внимание. Продолжение следует...